Когда выражение «все лучшее детям» не слова, а план действий. Детский сад на 132 места в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе готов уже наполовину. Возведена основа двух этажей. С двухнедельным опережением завершено устройство несущих конструкций здания. Утеплен фундамент, запетонированы перекрытия, уложена кирпичная кладка парапета. Ход работ во время выездного совещания с сотрудниками профильных департаментов проверила глава Самары Елена Лапушкина. Выполнена система дренажа. Тоже смонтированы колодцы полностью. С той стороны это делается в хозяйственной бытовой канализации. Выкладывают стены, сразу же штукатурят, ускоряют процесс. Фундамент уже с обратно засыпется. Параллельно благоустраивают и близлежащую 79-ю школу. К сентябрю здесь появится универсальная спортивная площадка. Здесь спортивная площадка, футбольная. И вокруг беговую дорожку. Под контролем главы Самары Елена Лапушкина и благоустройство территории вокруг новой 26-й школы в Октябрьском районе. Сейчас здесь обновляют подъездную дорогу с улицы Советской Армии по пятой просеке. Все работы завершат к новому учебному году. Сейчас там в полную силу идет отсыпка насыпи. С понедельника они уже начинают от этого многоэтажного дома собирать дорожную одежду, песок сыпать, щебень, устанавливать бордюрный камень. Работают в две смены на строительстве второго корпуса школы. До конца этой недели по всему периметру здания поставят окна. Это очень долгожданный объект вообще для всех жителей пятой просеки. В школе не будет разделения на младшую школу, старшую школу, среднего звена. То есть в каждом из корпусов будут обучаться все параллели без исключения. Второй корпус школы будет рассчитан на 850 мест. В здании также разместится детский сад на несколько групп, в том числе и ясельных. Ольга Павлова, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.